Трасса 101 Приветствую в эфире Трасса 101 Владимир Сметанин не нарушает Почти Сумма задолженности по штрафам ГИБДД растет год от года В 2017 к судебным приставам поступило 34 миллиона постановлений на общую сумму 28 миллиардов рублей В 2016 было на миллиард меньше Взыскали с неплательщиков приставы 14,5 миллиардов Напомню, что к должникам применяются такие меры, как списание денег с банковских карт Временное приостановление действия водительского удостоверения Ограничения на регистрационные действия и другие Трасса 101 В 2017 году в России было угнано почти 22 тысячи автомобилей Еще почти 21 тысячу случаев пропажи авто квалифицировали как неправомерное завладение без цели хищения По данным МВД, чаще всего с исчезновением машины сталкивались жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области На втором месте Москва Реже всего это происходит в Чечне, Калмыкии и Ненецком автономном округе Основная часть угнанных авто – классические модели «Лада» Трасса 101 Кризис из страны вроде как не уходил, а продажи новых легковушек растут Итог февраля в среднем плюс 25% по сравнению со вторым месяцем 2017 Самыми востребованными остаются модели «Лада» Рост на 37% в сравнении с февралем прошлого года На втором месте «Кия» – плюс 44% Такая же прибавка у автомобилей «Хёнде», которые замыкают тройку лидеров Компания «Саньон» представила концептуальный электрический кроссовер Серийное производство которого должно стартовать в 2020 году Машина, получившая название «ESIV» – это аббревиатура Оснащена электромотором, который выдает 190 лошадиных сил Максимальная скорость – 150 км в час Запас хода без подзарядки – почти полтысячи километров Корейцы говорят, что внешность электрокара почти такая же, как у модели «Актион» следующего поколения В частности, спереди присутствуют тонкие фары, соединенные на всю ширину капота светодиодной полосой Трасса 101 Предположительно, летом этого года в России начнутся продажи нового компактного кроссовера «Тойота» – «Тойота C-HR» Информации о комплектациях и ценах пока нет Но специалисты полагают, что машина будет комплектоваться либо бензиновым турбомотором объемом 1,2 литра мощностью 115 лошадиных сил Либо двухлитровым атмосферником мощностью 148 лошадей Коробка – шестиступенчатая механика или вариатор Привод – передний либо полный На этом все Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова и в группе программы ВКонтакте До свидания Трасса 101 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok